Время новостей на телеканале Хабар 24. С вами Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Выпуск начнем с международных событий. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в районе милицейского поста Мюссера. Эту информацию уже подтвердила пресс-секретарь Кабмина Республики Диана Зентария. По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. Всего в результате ДТП пострадали три человека, включая Гагулия. Всех их доставили в больницу, где премьер-министр скончался. К этому часу известно, что машина, в которой находился Геннадий Гагулия, столкнулась с автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения. По информации, размещенной на официальном сайте МВД Республики Абхазия, виновником ДТП стал 22-летний житель Абхазии Тарсман Хаджарат. Он не имел при себе водительского удостоверения, а также находился под действием наркотиков. А ведется расследование. Уголовный суд Каира утвердил смертный приговор в отношении 75 членов террористической организации «Братья-мусульмане» по делу оба организации вооруженного сопротивления силам правопорядка летом 2013 года. Еще 46 экстремистов приговорены к пожизненному заключению. Об этом сообщает агентство Reuters. Приговор утвердил верховный муфти Египта. На сегодняшний день почти все члены этой организации находятся в местах заключения или скрываются от правосудия. Они обвиняются в подрыве государственных устоев, а также в попытках спровоцировать хаос в стране. Отмечу, это первый случай, когда египетские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении членов группировки. В Алжире ликвидирована вспышка холеры. По данным местных властей, все 70 инфицированных покинули больницы. Каждого удалось вылечить. При этом отмечается, что успешный результат стал возможен благодаря усилиям медицинских групп. Вспышка холеры в Алжире была зарегистрирована в конце лета. Жертвами заболевания стали не менее двух человек. Отмечу, возбудитель проникает в организм, зараженный водой или инфицированными продуктами питания. Заразиться можно также при купании в водоемах и при питье из-за открытых источников водоснабжения. Далее к новостям. В нашей стране отравские полицейские пытаются остановить беспредел на местном православном кладбище. Здесь только за неделю пострадали более 10 могил. Вандалы демонтировали и увезли с них оградки. А сколько было ограблено раньше, никто не подсчитывал. Стражей правопорядка не сразу вмешались в дело. За поиски грабителя они взялись только после того, как родственники усопших начали обсуждать проблему в соцсетях. Виктор Сутягин выяснял, как теперь будут охранять погост. Сколько на этом кладбище таких вот разграбленных могил, никто точно не подсчитывал. По словам полицейских, с заявлениями к ним обратились около 10 человек. Но если пройти по кладбищу, то видно, что картины намного печальнее. Таких могил много. Вот что творится. Сломали. В августе выросло оград стало массовым. У моего дяди сняли все звенья, оставили только столбики. А вот есть еще знакомые, у них утащили полностью ограду со столбиками. У вторых знакомых утащили две трети. Были украдены два пролета, сняты. И сейчас у нас переживания на эту тему родственников, что может кто-то спугнул этих воров, и могут они вернуться и заберут остальное. Сейчас задержать удалась группа воров, признавшихся всеми случаях воровства оград. В одном из нелегальных пунктов приема металла обнаружено и изъято 75 чугунных секций. Участковым инспектором этого района будет усилен контроль. Работать он будет в тесном контакте с администрацией кладбища. В первую очередь, отслеживая нахождение на территории подозрительных лиц. Необходимые меры принимает и администрация кладбища. Устанавливаем видеонаблюдение на въездах и выездах. Усиливаем охрану, через которую часа в два-три часа делают постоянный обход ночной территории кладбища. Воруют в отрау не только ограды, но и чугунные канализационные люки, ограждения на набережной и даже тросы от лифтов. Пойманные же кладбищенские воры ждут суда. Статья, по которой их будут судить, предполагает до трех лет лишения свободы. Виктор Сутягин, Амантай Матенов и Жандос Рахметуллин, Хабар-24, отрау. В Туркебаасском районе Туркестанской области близится к завершению строительства многоэтажных жилых домов. В районном центре по программе Нур-Лыжер возводят семь домов. В одном 32 квартиры, в другом 64. Общая проектная стоимость составляет около 3 миллиардов тенге. Четыре многоэтажки планируют сдать уже к концу этого года, остальные закончат в следующем. Квартиры будут выданы в порядке очереди малобеспеченным семьям, матерям-одиночкам, сиротам и бюджетным служащим. Всего же в районе в очереди на жилье стоят более 1200 человек. На следующий год мы составили проекты 18 многоэтажек и отправили предложения в областное управление строительства. Если средства выделят, то в районе возведут еще 18 домов по программе Нур-Лыжер. А вот в Приоралии будут строить студенческие общежития и школы по модели ГЧП. Привлечение частного бизнеса в этот сектор – одна из приоритетных задач, озвученных в третьей социальной инициативе главы государства. Механизм ее решения обсуждали участники республиканского семинара совещания в Казаларде. Где, как и когда появятся частные объекты образования в регионе, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Школа номер 2 «Мурагер» – одна из лучших в Казалардинской области. Если раньше она занимала лидирующие позиции по уровню знаний учащихся, то в этом году побила рекорд, набрав самое большое количество первоклассников за всю историю образовательной системы региона. Из 624 первоклассников сформировали 21 класс. 16 – казахским, 5 – русским языком обучения. В среднем в каждой аудитории сегодня занимается до 30 малышей. Тогда как по Санпину их количество не должно превышать 24. По мнению специалистов, ежегодный рост количества первоклассников может спровоцировать дефицит мест в начальной школе. Один из способов избежать его – строительство новых школ, но уже с привлечением бизнеса. Есть риск возможности трехсменности. Поэтому мы хотим сейчас государственным частным партнерством за счет этого механизма решить наши проблемы. Потому что сейчас уже Министерство образования приняло политику в городских, более густонаселенных сельских местностях, уже где есть возможность развивать частные школы, уже необходимо этот механизм внедрять. У нас в принципе в Казардинской области есть две частные школы. Со следующего года будет выделяться государственный заказ. На госзаказ могут рассчитывать и владельцы студенческих общежитий. И последние региону нужны. Как минимум еще пять общежитий на полторы тысячи человек. Строительство двух в рамках государственно-частного партнерства уже начато. Одно общежитие у нас будет на 200 мест, второе общежитие на 400 мест. Сейчас в данный момент у нас прорабатывается в бизнесе подписание документов. Дальше, возможно, уже в следующем году у нас потихонечку, поэтапно будет уже сдаваться. Государство готово выделять средства на поддержание тех бизнесменов, которые будут вкладывать свои инвестиции в строительство таких общежитий. Весь механизм будет расписан в правилах. Частный партнер будет получать госзаказ. Он заключает договор с финансовым центром Министерства образования и науки, которые выплачивают ему предусмотренные законодательством средства. То есть на каждое кое-кое место при новом строительстве он получает 122 МРП в год, при реконструкции и модернизации он получает 47 МРП в год. Выгодно всем считают специалисты. Государство, предприниматели, учреждения образования и студентам. Одни получат развитие бизнеса, другие – снижение дефицита мест и улучшенные социальные условия для своих студентов. Райхан Тажбаева, Канат Инсибаев, Руслан Айкмамбетов, Казларда, Хабар-24. Спортивный комплекс по программе «Туханжир» строят в Жамбылской области Булат Сауранбаев. А до этого в своем родном селе местный бизнесмен построил мечеть и стадион. Это стало большим подарком для сельчан. Анастасия Сулейманова встретилась с предпринимателем. Почетный гражданин Шутского района и предприниматель Булат Сауранбаев своими добрыми делами прославился на все село. Благодаря его стараниям аул преображается на глазах. Будущий спортивный комплекс «Белбасар» рассчитан на 400 человек. Его площадь составляет более 2000 квадратных метров. Двухэтажное здание соответствует всем международным стандартам. Планируем до конца сентября полностью закончить монтаж металлоконструкции. Зал будет уровня международных соревнований. Можно будет проводить габариты соответствуют стандарты тоже. За счет этого поселок «Белбасар» только сразу значимость, статус повысится. В спорткомплексе можно будет бесплатно заниматься любым видом спорта. На его территории раскинутся аллея, детская игровая и спортивные площадки, а также паркинг для автотранспорта. Объект обошелся местному бизнесмену в 400 миллионов тенге. Будет проводиться международный уровень четыре раза минимум по боксу, по борьбе, по греко-римской и так далее. Можно и культурные мероприятия, выпускной бал проводить. Здесь всех близлежащих аулов, любящих свою родину, любящих свой аул, должен вложить в свою лепту свой аул. Если будут аулы процветать, значит, наш Казахстан, в целом, наше государство будет процветать. Спортивный комплекс – уже третий по счету объект, который возводит предприниматель для сельчан. До этого он подарил им мечеть и большой современный стадион. Это стало хорошим подарком для местных жителей. Всего в селе Белбасар проживает около трех с половиной тысяч человек. Нашим детям будет это радостно, например, внукам. Да кого он делает? Для наших потомков. Чтобы потом вспоминали таких людей, чтобы они брали пример. Мы поддерживаем его как можем. Спасибо им. Строительство современного спортивного комплекса планируют завершить на следующий год. После его сдачи в эксплуатацию работой обеспечат 50 местных жителей. А в плане бизнесмена – возведение аллей героев социалистического труда и матерей героинь. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Бахаджан Бапаев, Жамбулская область, Хабар, 24. Казахстанка Фируза Шарипова одержала победу над россиянкой Юлией Куценко в главном бою вечера бокса в Санкт-Петербурге и защитила чемпионский титул. Поединок был рассчитан на 10 раундов. Единогласным решением судьи победу одержала наша соотечественница. Теперь на счету у 24-летней Шариповой 9 побед, 5 из них досрочные и одно поражение. Стоит отметить, что для россиянки это первое поражение в карьере. Ранее Куценко выиграла 7 боев, где трех своих соперниц отправила в нокаут. Также по статистике спортсменке числится одна ничья. В Караганде прошел фестиваль здоровья, который собрал на площади возле Дома Дружбы 3000 человек. Сначала карагандинцы размялись под зажигательную музыку, а после смогли поучаствовать во флеш-мобе и спортивных состязаниях. Тут же работал автобус здоровья, где специалисты разных профилей проводили экспресс-диагностику, измеряли давление, определяли уровень сахара и холестерина в крови. Также участники фестиваля получили индивидуальные консультации о правильном питании и здоровом образе жизни. Пришло осознание к нашим гражданам о том, что вести здоровый образ жизни это по меньшей мере выгодно. Это модно, это полезно. Открываются новые спортивные площадки, появляются новые виды спорта, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны. Все это делается для того, чтобы наша молодежь, наше население вела здоровый образ жизни. Казахстанские стрелки борются за квоты на участие в Олимпийских играх в Токио. Сборная Казахстана принимает участие в чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в южнокорейском городе Чханвон. На соревнования съехались больше 3400 спортсменов из 91 страны. Большинство казахстанцев завершили выступление на чемпионате мира. Юрий Юрков, Владимир Исаченко, Рашид Юнусметов, Александр Малиновский, Елизавета Король и Мария Дмитриенко не смогли попасть в число 8 лучших спортсменов и тем самым лишились возможности завоевать первые олимпийские квоты в этом виде спорта. Ближе всех к успеху был Юрий Юрков. Он набрал наивысшее количество баллов в своей карьере 1178. Для того, чтобы побороться за путевку на Олимпиаду в Токио, ему не хватило одного балла. 10 сентября в борьбу за олимпийские квоты вступают стендовики Александр Ещенко и Ольга Панарина. Буквально там одно очко и вроде было где их взять. То есть хотелось, конечно, пробиться в финал, бороться за медаль, за олимпийскую квоту. И чтобы забирать ее, скажем так, в числе первых, не откладывать на потом. Ну так вышло, что немножко не сложилось. И всего лишь десятый результат. На следующий год четыре Кубка мира, где тоже будут разыгрываться олимпийские квоты. И завершится розыгрыш олимпийских квот на чемпионате Азии. Это континентальные соревнования, которые пройдут в ноябре месяце в Катар-Доха, где уже финально все закроется. И мы надеемся, что и планируем, что в объединении нашей федерации мы завоюем минимум 3-4 олимпийские квоты. В данном часе у нас пока все, но на этом я с вами не прощаюсь. Увидимся в 18.00. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok